Певица стала гостьей программы Елены Малышевой «Жить здорово». Эта осень стала очень сложной для многих звезд. В больнице оказалась не только Светлана Лобода, которой пришлось сделать операцию на почке, но и Анита Цой. Несколько недель назад она отменила ближайшие концерты, а затем была госпитализирована в одну из больниц Москвы. Сорока семилетней певицы пережила операцию по удалению желчного пузыря. Вскоре она вышла на связь с поклонниками и сообщила, что уже чувствует себя лучше. Сегодня Анита Цой стала гостьей программы о здоровье Елены Малышевой «Жить здорово». Ведущая и зрителям певица рассказала о перенесенной операции по удалению желчного пузыря. За месяц до операции я проходила обследование, все было спокойно. За своими камнями я наблюдаю порядка семи лет, ничего не предвещало. Когда я давала концерт в Краснодарском крае, почувствовала уже знакомую мне боль, концерт я допела, продержалась 130 километров по трясущейся дороге, а потом поняла, что могу потерять сознание. Сначала я попала в Краснодарскую больницу, а затем на самолете меня доставили в Москву в Боткинскую больницу, где мне и провели операцию, поделилась подробностями случившегося Цой. Елена Малышева дала несколько комментариев по поводу диагноза Аниты. Народный доктор сообщила, что с подобными проблемами обычно сталкиваются те, кто соблюдает строгие диеты и тщательно следит за своим весом. Не исключение и Цой. У нее иногда были такие разгрузочные дни, что меня брала отороп. По несколько дней она могла питаться одними грейпфрутами, вспомнила Малышева. В финале эфира ведущая программа «Жить здорово», ее коллеги дали Аните несколько советов по питанию после удаления желчного пузыря. Цой призвала зрителей быть внимательными к своему здоровью и не повторять ее ошибок.